Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я познакомился с девушкой, оба верующие. У нас были свидания, разговоры по телефону, но насколько я понял, мы понравились друг другу с первого взгляда. Были поцелуи и объятия, но на одном свидании она начала рассказывать о своих бывших отношениях. Сказала, что там остались некоторые вещи. Она боится торопиться с отношениями со мной. У нее был плохой опыт с одним мужчиной, во-вторых, была симпатия к другому мужчине, который скоро женится на другой женщине. Я бы не мог сказать, кто я для нее. То ли потенциальный муж, то ли простой друг. Я предложил ей встречаться дальше и посмотреть, как сложится наша ситуация. И сказал, что я серьезный человек и не могу играть в игры. Было бы здорово, если бы она могла четко сказать мне да или нет. Но через некоторое время, во время нашей последней встречи, она сказала, что хочется остаться просто с друзьями. Она сказала, что я замечательный человек и желает мне найти хорошую женщину и создать прекрасную семью. Я предложил ей не спешить с решением, но она настояла на своем. Я спросил ее, не за этих ли мужчин. Она ответила, что нет, другого мужчины нет. Через десять дней я позвонил ей, чтобы мы встретились и обменялись своими книгами, которые мы дали друг другу. Она согласилась. В течение этих дней я не получал от нее ни звонков, ни сообщений. Все наши отношения длились около месяца. Она живет с своей матерью, отец вымер, когда она была совсем молодой. Ей старший брат. Мой вопрос. Какие может быть правильные решения в этой ситуации? В последней встрече я четко сказал ей, что для меня в моем словаре нет такого определения, как друзья после свидания. Мы знакомые люди и мы можем пожелать друг другу всего наилучшего. Некоторые люди из моего окружения говорили, что лучше оставить это, не искать причин и двигаться дальше. Человек с ником Джей, вот, видимо, пожелавший остаться анонимным, да, потому что ник, ну, в данном случае это не имя, да, и, соответственно, я буду обращаться по имени к человеку как аналимным, то есть я буду обращаться как, будь то это аналимным. Значит, правильного решения, на мой взгляд, здесь нет и быть не может. С чем это связано? С тем, что любое решение, которое вы примете, о любом решении, вы, скорее всего, будете жалеть, так или иначе. Почему? Потому что так устроена реальность, что человек, принимая одно решение, начинает думать о том, что вот, было какое-то другое решение, можно было поступить иначе, вот, можно было поступить, поступить как-то вот, ну, по-другому, вот. Так что здесь, я бы сказал, нет каких-то правильных решений. Что есть? Есть, на мой взгляд, достаточно высокий уровень ваших требований, что почувствовала девушка, то есть она почувствовала, что вы достаточно требовательный, вероятно, не совсем компромиссный человек, вот, при этом ей импонирующий и, соответственно, вы для нее стали невозможным с точки зрения отношений, потому что для нее реальность, очевидно, несколько отличается, потому что, на то, что вы оба верующие, вот, все-таки у нее, как бы, ну, наверное, менее, категоричный взгляд на вещи, чем, чем у вас, да, вот. Ну, по крайней мере, так мне показалось из вашего описания. Либо у девушки действительно есть трудности с самооценкой, у девушки действительно есть проблемы с сближением, то есть она боится сближаться и, соответственно, из-за того, что она боится сближаться, вот, как бы, она решила с вами, ну, расстаться, ну, потому что ей стало страшно. Люди часто чувствуют себя недостойными людей, если, ну, других людей, если слишком их идеализировать. Ваша, так сказать, знакомая, она, в данном случае, ну, человек, вероятно, достаточно увлекающийся. По крайней мере, так мне по вашему тексту показалось. Если мы говорим про то, на что бы я обратил внимание у вас, то в первую очередь я бы, я бы обратил внимание на следующее. Во-первых, ну, такое достаточно серьезное требование четкости ответа да или нет, говорит о том, что в себе вы, вероятно, не совсем уверены и полагаться вы на себя не слишком готовы. Да, то есть обычно человек требует ответа от другого человека, такого ответа, как вот да или нет, когда он, ну, не слишком уверен в себе. Потому что если я не могу, например, опереться на себя, вот, то, соответственно, я пытаюсь опереться на другого. вот, в данном случае вы, на мой взгляд, именно это и делаете. Пытаетесь опереться на другого человека, на девушку, а у у неё, как бы, есть некоторые, некоторые, вот, свои собственные проблемы, некоторые свои собственные трудности. вот, например, то, что она, допустим, не до конца в себе разобралась, то, что она не до конца понимает, чего она хочет, вот, и так далее. Поэтому здесь это важно учитывать. Следующее, ваша, так скажем, центрированность на семье или на серьезных отношениях, если на том, что вы не готовы быть друзьями, может также свидетельствовать о том, что вы ищете для себя, скорее, подходящего партнера, нежели чем выставиваете отношения с человеком. Вот. Как бы это, вот, в данном случае, ну, не было бы вам неприятно слышать. Вот. То есть у меня возникло ощущение, что вы хотите просто найти идеального, насколько это возможно, партнера, вот, идеальную, насколько это возможно, женщину, вот. Ну, при этом, да, непосредственно вот в контакте с человеком, вот, вы не находитесь. Потому что, ну, очень часто бывает так, что из дружбы вырастают крепкие отношения. А у вас вот эта идея свиданий, да, вот, идея того, что вы, вот, на свиданиях общаетесь и, по сути, кроме свиданий общего свидания, у вас, ну, опять же, как мне показалось, не особо чего есть. Это, конечно, тоже вносит свои коррективы. Вот. Поэтому я поговорил о том, что здесь вопрос, можете ли вы общаться с девушкой просто без, ну, без перспектив от машины. Вас никто не заставляет делать то, чего вы не хотите. Вот. Вас никто не заставляет делать то, что, ну, то, что вам не нравится или то, что вы считаете для себя, например, неприемлемым. Вот. Вас никто не заставляет это делать. Абсолютно. Но спросить себя о том, могу ли я общаться с человеком просто, вот, как бы, да, без обязательной перспективы отношений, ну, могу ли я общаться с человеком просто так. В данном случае, пожалуй, очень важно. Потому что если можете общаться с ней, так общайтесь и, как бы, ну, получайте максимальное удовольствие, вот, которое может, ну, которое возможно. Если вы не можете, если вы не готовы, если вы чувствуете, что, там, условно говоря, вся ваша природа выступает, вот, против такой модели поведения, то, конечно, общаться с ней нужно. Это, в принципе, есть правильное решение, чтобы вы не обманывали себя, чтобы вы не изменяли себя, чтобы вы не предавали себя, так скажем, вот, в, ну, вот, в контексте взаимодействия с людьми, в том числе и с данной, вот, девушкой, да, чтобы вы себя не обманывали, не насиловали, не ломали. Потому что, если вы будете это делать, да, то, как бы, ну, ничего хорошего. Из этого не получится, никто, в принципе, не будет счастлив, никто, в принципе, не будет рад и, ну, никому не будет, как бы, хорошо, в данном случае. Вот. Поэтому здесь такой момент. В общем, у меня возникло такое ощущение, что, как будто бы вы, а девочка чего-то ждёте, вот, хотя я могу в данном случае ошибаться, могу в данном случае быть не прав, но у меня такое ощущение возникло, вот, на возникло такое чувство, что, вот, вы, а, чего-то, как будто бы, вот, девушке ожидается, вот. Ну, а, тут момент какой, да, как бы, что вы можете от её ожидать, а, чего угодно. Но, а, а, здесь история о том больше, что, а, ваши ожидания могут не оправдаться. Вот. Потому что, человек, он, как бы, по своим действует, а, приоритетам, в данном случае. Вот. И, 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 потому мне, как, мне кажется, что вы себя, вот, как-то изначально, а, а, так как догнали в угол, когда начали, вот, на девушку давить и так далее, вот. А, безусловно, безусловно, это ваше право, как, как поступать. Безусловно. А, вам решать. Ну, а, мне кажется просто, что, для отношений это далеко не лучший вариант. Вот. Поэтому, если мы говорим, а, про правильное решение, нет, я больше, вот, рекомендовал бы, ну, прислушиваться к себе. Вот. А, и, как бы, самому себе, вот, в данном случае, ну, признаться, или для себя доставить приоритеты, вот, которые, вот, ну, вам важны, так скажем, и в соответствии с ними действовать. В соответствии с приоритетами вашими. Вот. Если, ну, если можете, да, если можете, там, общаться, условно говоря, с человеком, супер, прекрасно, вот. Вот. Если не можете общаться, с, ну, вот, с ней, ну, просто, вот, как, как друзья, вот, то, наверное, не нужно. Потому что, на мой взгляд, человек, вот, ну, достаточно, чётко описал момент, что к серьёзным отношениям сейчас он не готов. Вот. И никакой, никакой, так сказать, чёткой информации вам она дать не может. Вот. Ну, тут надо сказать, что, женщины, в целом, достаточно редко дают информацию, потому что довольно часто испытывают некоторые затруднения в том, чтобы, ну, определиться с тем, чего, чего они хотят. Им это, порой, бывает, вот, достаточно трудно и сложно сделать. Вот. Поэтому, тут я бы, на это бы тоже, конечно, обратил, ваше внимание. Как на момент, ну, такой, вот, достаточно важный и достаточно значимый. Вот. Вот примерно, так примерно я бы мог вам ответить, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. ваше внимание на то, что ни к чему, ни в коем случае вас не призываю, вот, ни в коем случае ничего не навязываю, просто важно оставаться с собой. А вот разобраться в том, что такое вы, да, как бы, то есть, вот, ну, разобраться с тем, как это быть собой, ну, в данном случае, в данном случае, вот. Было бы, возможно, вам полезно, было бы, возможно, вам, ну, как минимум, не личным, вот, чтобы не опираться на, не опираться и не зависеть, как бы, от других людей, да, чтобы не зависеть, например, от той же девушки, которая, ну, как мы, как мы можем видеть, да, которая не очень понимает, ну, вообще, вот, что, что ей нужно. Вот. Такой ответ, я думаю, вам можно в данном случае предоставить. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.